Всем привет! Сегодня вторая часть видео. В первом я показывала блузку вот эту, которую я достала дошивать. Сегодня мне надо выкроить косые бечки и обработать горловину. Я уже померила. У меня по вороту мне понадобится 58 сантиметров длина и здесь 38-37. Но это с запасом уже, по одному сантиметру, для того, чтобы мне соединить косую бечку. Выкраивать я буду из контрастной ткани, я уже говорила об этом. А неправда по фактуре эти ткани не совсем совпадают. Это крэш ткань, крэш шифон, а там просто шифон с добавлением вискозы, по-моему. Немножко такая ткань более нежная, более тонкая. Сейчас я подкраю себе, делаю мне надо три штучки косой бечки. Мне не хотелось бы слишком от этого куска забирать много, потому что я тоже взяла его на блузку. Где-то угол у меня будет по 30 сантиметров. Нужен прямой угол. Кто не знает, чтобы вырезать косую бечку, мы берём прямой угол и уже соединяем вот эти метки. С этой стороны 30 сантиметров, с этой стороны 30 сантиметров. И длина косой бейки, здесь у меня ещё кромка, я её уберу, 34 сантиметра. 34 сантиметра мне мало. Ну, я очерчиваю здесь себе линию, от которой я буду откладывать 3 сантиметра. Ширина бейки без припусков у меня будет 3 сантиметра. Ну, это стандартная. Обычно делают по 3 сантиметра шириной. Косую бечку для обработки горловины, там проймы, чего угодно. Так, и теперь я прикладываю линейку, отступаю на ширину линейки. И прям по самой линейке я очерчиваю вот эту вот косую бечку. Так, сейчас я промерю длину, какая у меня здесь получилась. Так, это многовато даже мне. Буду откладывать несколько косых беечек сюда вверх, чтобы мне получить искомую мне нужную длину. Чтобы получить нужную мне длину этой беечки. Сейчас промерю вот это. 52, плохо видно. 52, 55, 57. В принципе, годится. В принципе, годится. Так, одна, пропуск две. Ну, ладно, я вырежу. Тем более, что мне надо на две проймы. Одна будет длинноватая. В принципе, я укладываюсь. Оттяпаю кусочек. Сейчас я посмотрю, сколько я тут отниму от этой ткани. Ну, что поделаешь. Одна у меня получается лишняя все-таки. Но тут ничего не поделаешь, потому что мне нужна определенная длина. А шивной я делать не хочу соединять. Потому что там не такая большая горловина и не такой большой участок, чтобы делать соединительную косую бейку. Так, вот эту вот сразу срезаю кромку. Она мне не нужна. Так, и нарезаю ровненько. Потом все равно в процессе шитья ее придется ровнять. Есть такой эффект у нее. Она ползет. Когда ее даже сутюжишь, она все равно ползет. Вот эта косая бейка. Значит, я не буду ее делать классическим образом. То есть, делать два сгиба в косой бейке. У меня она будет сворачиваться пополам. пополам и пришиваться кромкой. Не сгибом, а кромкой. К открытому срезу горловины. Я потом покажу. Мне не хочется настрачивать. Вот это дело. Я просто сделаю, как я уже говорила, заподлицо. И чтобы буквально миллиметр-два виднелось из среза. А если делать традиционно окантовкой, вот этой бейкой, то не получится такого эффекта. Очень тоненько. И будет более тяжеловесно. Не очень удачная ткань. У меня там на подложке лежит это лен. Кроить на нем очень хорошо, а вот резать не важно. Надо что-то более гладкое, идеально такое подобрать. Сложу два слоя косую бейку. И приутюжим. Сжимается. Так, сейчас я буду делать для себя такой девайсик, чтобы мне можно было проутюжить сразу в два раза сложенную косую бейку. Очень аккуратненько протаскивать косую бейку. И кусочками проглаживать. Очень удобно. Кто не знает, то пользуйтесь. Очень удобная штучка. Просто небольшими такими. потихонечку вот так вот все. вот у меня все три проглаженные бейки. так, и теперь с лица блузки я буду пришивать косую бейку. Я же с запасом бейку отрезала, чтобы потом стыковать края косой бейки. для этого мне надо, чтобы было место. И накалываю. Кто-то может наметать, кому как удобнее. Я накалываю сразу под машинку. надо выравнивать обязательно края косой бейки, потому что это шифон и он немножко плавает кромка относительно друг друга. Поэтому надо внимательно следить, чтобы не уходили края. все сколола и пойду на машинку. Сейчас прострочу вокруг. Я прокладываю сейчас строчку по горловине, захватываю косую бейку эту на расстояние где-то 2-3 мм без закрепки. Сейчас она совсем не нужна, потому что я буду потом соединять еще между собой косую бейку. Закрепка там не нужна. Так потихонечку пристрачиваю косую бейку. Я пришила косую бейку так пополам двумя срезами внутрь. Заутюжила наизнанку. Я думаю, видно. Теперь заворачиваю косую бейку наизнанку и приметаю наизнанку, чтобы виднелся буквально вот так вот краешек. Вот самый краешек обтачки косой бейки вот этой. Получается, что смотрите, тут очень тоненькая будет обтачка, потому что вот это можно срезать еще на миллиметр, а можно оставить, потому что закрывает. Я вот так заворачиваю, вот, хватает. Я напомню, что ширина косой бейки 3 сантиметра была, но поскольку это крэш, да и вообще все тонкие ткани, они, когда делаешь косую бейку из них, не проклеивая, они немножко деформируются. Вот, поэтому тут надо быть очень аккуратным, но мне толщина лишняя в виде клеевого материала здесь не нужна, чтобы главное мне вот этот красивый такой тоненький краешек чуть-чуть виднелся из-под основной ткани, сюда, на лицевую сторону. И здесь будет заподлицо все заделано, то есть буду прокладывать строчку с лицевой стороны, где-то в миллиметре, да, причем, значит, нитки, я сразу скажу, что здесь будут по лицу в тон, и здесь будет по изнанке тоже в тон, не будет выделяться, будет все смотреться как родное. Косая бейка будет держаться очень неплохо потом под утюжку и все. Я посмотрю, если будет пружинить, бывает такое, что, видите, она как-то пружинит вот эта вот ткань шифоновая, да, видите, я ее туда, она обратная, то я еще сделаю по швам, допустим, по плечу, вот, шов плечевой закрепку, потом закрепку я могу сделать здесь в боковом шве, и если где-то мне не понравится, ну, обычно нормально, хорошо лежит, ну, можно еще небольшими такими стежочками прихватить изнутри. Так, начинаю выметывать, так, вот так вот прям пододвигаем, да, сюда к краю, к самому краю, чтобы виднелся, немножечко вот этот вот как бы срез косой бейки, не срез, я неправильно сказала, а сгиб, сгиб косой бейки, вот так вот, и вот таким образом выметываем, вот так потихонечку все это дело выметываем, смотрим, чтобы как кантик на один миллиметр у нас косая бейка виднелась на лицо, можно было ее увидеть, вот она, так, такой намек, чуть-чуть-чуть, потом, когда это выстречится, это будет очень красиво, это будет просто красота, такими небольшими стежками, потому что, если будете делать крупный шаг стежка, он просто не будет держать вот этот крепший фон, если из крепший фону делать, он же пружинит очень сильно, поэтому мелким таким шажком надо проходить, потихонечку, торопиться не надо, если торопитесь, лучше отложить, такие вещи делают потихонечку, я прострачиваю обычно по наметке, а потом только иду отпаривать, не наоборот, чтобы не осталось следов от сметки, вот у меня прям в тон, есть ниточка такая, видите, прям, может быть чуть-чуть на полтона светлее, практически нормально будет, вот, и для изнанки у меня тоже есть в тон, ниточка, вот она, вот такая, тоже хорошо, забыла, что у меня не намотана, личная беда с катушками, мне катушек не хватает, начинаю я всегда с низа проймы, строчку, где-то на 0,1, у меня лапка прозрачная, поэтому мне видно, как идет от строчка, потому что очень маленькая такая, 0,1-0,2 мм, и здесь у меня есть, конечно, рисочки, можно тоже по ним, но это когда уже такая от строчка идет более широкая, по широкому краю, вот она здесь, мне надо очень-очень тоненько отстрочить, потихонечку, поэтому не спеша, медленно-медленно, миллиметр за миллиметром, я высталчиваю тут, не так быстро, зато наверняка, чтобы не пришлось потом переделывать, переделывать, самое такое неблагодарное дело, хотя приходится иногда, и вот видите, не знаю, видно, нет, такой очень-очень аккуратненький, ровненький краешек, да, и еще я ставлю на минимальный шаг строчки, так выглядит гораздо красивее, особенно на таких тонких изделиях, чем вы будете давать строчку более такую, с широким шагом, я такой строчкой шью ватист, все тонкие ткани, шелк, и еще мне нравится такой шаг давать на машинке, когда я какие-то вещи обрабатываю внутри, неважно, но это внутри, снаружи, косой бейкой, все делаю закрепочку, куда-то маленькие свои резачки подевала, знаете, у меня остренькие, это по шелку ножницы, у меня несколько ножниц, которые делятся отдельно, что-то для шерсти, что-то для шелка, что-то для хлопчатобумажной ткани, так удобный, но есть одни универсальные, конечно, зингеровские ножницы, они тоже для более плотной ткани, так, ну все, сейчас прострачиваю все, что надо, все, что осталось, еще одну пройму, горловину и утюжу, потом уже посмотрим, что у нас получилось, покажу на черном, так, наверное, лучше будет видно, вот такая строчка на 1 мм, и там вот это уже виднеется, из-за строчки косая беечка, такая темненькая, видно, надеюсь, что видно, ну вот, плоско у меня готово, чему я очень рада, края у меня получились у горловины и у проймы просто идеально, я довольна очень, пасмурно, очень плохо видно, у меня недостаточно освещения, вообще, но все равно, я думаю, видно, как лежит горловина, как пройма, сейчас поближе покажу немножко, чтобы было видно, я сейчас подложу вот такой вот листик, у меня это, я вырезаю подложка для валяния, выкройки для валяния, у меня вот я использую, покупаю в строительном магазине, такая штука, ну вот на ней видно, я думаю, я думаю, на ней видно, видите, что буквально миллиметр вот этой вот обтачки, косой беечки с той стороны видно, и на миллиметр идет отстрочка, вот такая шикарная, вот, да, вот так лучше видно, да, вот так лучше видно, так, мы сейчас тоже, манекен надо светлый, манекен, манекен надо светлый, опять подложку подставила, чтобы подставила в пройму на манекене подложку тоже, чтобы было видно, видите, чуть-чуть вот так вот идет, вот эта косая беечка изнутри и на миллиметр отстрочка, я считаю, вот такая обработка, она прям настолько облагораживает изделие, что оно смотрится совершенно по-другому, если его просто было бы обработать сверху косой бейкой, мне кажется, я думаю, на ней видно, видите, что буквально миллиметр вот этой вот обтачки, косой беечки с той стороны видно и на миллиметр идет отстрочка, вот такая шикарная, вот, да, вот так лучше видно, манекен надо светлый, опять подложку подставила, подставила в пройму на манекене подложку тоже, чтобы было видно, видите, чуть-чуть вот так вот идет вот эта косая беечка изнутри и на миллиметр отстрочка, я считаю, вот такая обработка, она прям настолько облагораживает изделие, что оно смотрится совершенно по-другому, если его просто было бы обработать сверху косой бейкой, мне кажется, это достаточно грубовато для такой ткани, да, ну, вот так, все, эпопея у меня закончилась с блузкой, можно шить дальше, все, блузочка готова, я могу отправлять, ой, не знаю, правда, как сейчас почта работает вообще, не представляюсь или даже, вот, ну, покажу, сейчас сделаю несколько снимков, покажу дочке изделие и все, отправляю, все, всем пока-пока, долго это видео готовила, не могла никак отснять, погода никакая, у нас пасмурная, света мало, еще раз, все, 守phere, хорошо, серьезно, просто può Finance, оказалась, если с собойつк, это будет, что покажется, у них, какие, ну, после зы pen ca. Продолжение следует...